Добрый день. Уважаемые представители средств массовой информации, горли граждане Республики Молдова. Тема сегодняшнего брифинга, тема, которую неоднократно фракция партии СОР в парламенте Республики Молдова уже поднимала. Речь идет, в первую очередь, о чрезвычайно чувствительной важной теме, связанной с нашей самой обездоленной, уязвимой категорией граждан в нашей стране – это пожилых людях, которые в большинстве своем существуют на грани выживания. Все мы знаем, что доходы производят людей в нашей стране очень низкие. А пенсии, которые даже были увеличены с 1 октября нынешнего года, не покрывают всех затрат наших пенсионеров, даже на самое необходимое, особенно в сегодняшних условиях, когда цены постоянно растут, а расходы на содержание практически удвоились. В результате возникает еще одна серьезная проблема – проблема со здоровьем, включая ограниченный доступ к компенсированным лекарствам, без которых малообеспеченные люди, особенно пенсионеры, не могут поддерживать свое здоровье и удовлетворительное долголетие. Или оказывается, что получатели пенсии в большинстве случаев даже не могут находиться в этом статусе слишком долго. Согласно статистике Национального бюро, многие пенсионеры, которые получают наши пожилые люди, не покрывают даже прожиточного минимума, что говорит о том, что государство осознано и осознает, что пожилые люди практически обречены и ничего не делают для этого для них. Хуже всего то, что помимо всех существующих проблем пожилые люди страдают хроническими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения и дорогих лекарств, которые они редко могут себе позволить. Коследствии из-за ограниченного доступа к фармацевтическим препаратам и неадекватного, несвоевременного лечения их болезни обостряются, и они преждевременно умирают, к сожалению, или оказываются прикованными к постели и годами живут в страданиях. По данным того же Национального бюро статистики, смертность остается на более высоком уровне, чем рождаемость. Только в 2019 году умерло 36 416 человек. По официальным данным, возраст вызывает множество проблем со здоровьем, в том числе повышает риск хронических заболеваний. В настоящее время около 76% пожилых людей страдают хроническими заболеваниями. Большинство из них, около 50%, страдают заболеваниями системы кровообращения. За ними следует заболевание костно-сосновной системы 15,7%, эндокринные заболевания, нарушение обмена веществ, болезни органов пищеварения. Ввиду этих печальных реалий фракция партии ШОР подготовила законопроект, цель которого гарантировать нашим пожилым людям возможность приобретения необходимых лекарств по доступным ценам или даже получать их бесплатно. Прежде всего мы хотим помочь пенсионерам больше не ощущать бремя роста цен на лекарства. Одним из самых больших страхов пожилых людей это страх болеть, заболеть. И когда это случается из-за стресса, вызванного этим страхом, они намного тяжелее переносят болезнь. Основное положение проекта, который предлагает фракция партии ШОР, касается гарантии получения пенсионерами лекарств по сниженным ценам с компенсацией в размере 60, 80, 90 и даже 100% из бюджета обязательного медицинского страхования и бюджета Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Я хочу обратить ваше внимание, что мы говорим о всех других лекарствах, которые даже не включены в список лекарств уже компенсированных государством. Учитывая, что в настоящее время ни один закон в Республике Молдова не содержит нормативных актов, которые предлагали бы пенсионерам возможность получать лекарства по сниженным ценам или бесплатно, мы хотим внести поправку в закон, чтобы обеспечить пенсионерам еще большую защиту. Потому что именно пенсионеры являются самой обездоленной и уязвимой категорией общества. Все лица, получающие пенсию, будут получать лекарства бесплатно или по сниженным ценам, в том числе и те, кто получает пенсию по достижению предельного возраста, пенсии по инвалидности, находящиеся в статусе потерявших кормильца, находящиеся в особых условиях в соответствии с законодательством о государственной пенсионной системе. Бенефицар, чтобы получить лекарство по сниженным ценам или бесплатно, должен будет предъявить медицинский рецепт, подтверждающий полную или частичную компенсацию стоимости лекарства. Лекарства по сниженным ценам или бесплатно будут представлены в пределах имеющихся запасов в аптеке. Мы предлагаем правительству в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона принять нормативные акты, необходимые для реализации данного закона, и внести в парламент предложение по введению законодательства в действие в соответствии с данным законом. По данным Национальной кассы социального страхования, на 1 октября 2021 года в Республике Молдова насчитывалось около 680 тысяч получателей пенсии. Если рассмотреть цифру эту, то оказывается 522 тысячи человек получают пенсии по возрасту. За ними идут инвалиды. Их около 115 тысяч. И более 12 тысяч пожилых людей также получат государственные социальные поступья. В конечном итоге цель законопроекта о восстановлении демографической ситуации в Республике Молдова как последствии сохранения хорошего здоровья. Принимаю во внимание тот факт, что проект продвигает стратегическую цель национального приоритета. Расходы на его реализацию должны иметь бюджетное происхождение. В этих условиях правительство через Министерство финансов должно спланировать и определить ресурсы из бюджета на 2022 год. В заключение хочу обратиться ко всем депутатам, ко всем коллегам парламента Республики Молдова. Поддержите данный проект. Это люди, которые действительно проработали десятки лет на благо нашей страны и сегодня находятся на грани просто бедственного положения. Спасибо. Спасибо.